Всем привет, добро пожаловать на мой канал, меня зовут Валерия. И сегодня в этом видео я решила поделиться своим опытом, дать вам бесплатный урок по СММ. Уже на протяжении многих лет я функционирую как СММ-специалист, я работала как в компании, так и как фрилансер. И сегодня я отвечу вам на самые часто задаваемые вопросы. Кто такой СММ? Что входит в его обязанности? Как начать СММить? Какие необходимо иметь навыки? Для начала хочу обратить ваше внимание на то, что 50% населения земного шара пользуются социальными сетями. Это почти 3 миллиарда активных пользователей социальных сетей. Примерно 70 миллионов из них русскоговорящая аудитория. Только представьте, сколько потенциальных клиентов для вас, читателей и заказчиков для ваших будущих клиентов. И это число с каждым днем растет. Растет число как и активных пользователей, так и тех людей, которые хотят себя попробовать в предпринимательстве и нуждаются в грамотном СММ-специалисте. Итак, если говорить сухими фактами, СММ расшифровывается как Social Media Marketing. Другими словами, это Marketing в социальных сетях. СММ-специалист занимается продвижением компании, ее бренда, товаров, услуг, личных брендов в рамках социальных сетей. СММ-специалист может работать не только в Инстаграме, это может быть Facebook, YouTube, LinkedIn, Snapchat, TikTok, Twitter и так далее. Все существующие на данный момент социальные сети уже невозможно пересчитать на пальцах двух рук. И чем в большем количестве социальных сетей вы разберетесь, тем выше будет ваша почасовая и проектная ставка. И давайте перейдем к более простым истинам. СММ-специалиста может стать практически каждый. Для этого необходимо четкий тайм-менеджмент, то есть умение распределять, использовать грамотно свое время, быть регулярно онлайн, быть ответственным за все процессы в своей деятельности и постоянно генерировать новые идеи и их воплощать. Всему остальному можно научиться. Все остальное это база, о которой мы поговорим далее. Итак, главная цель работы СММ-щиков это привлечение максимального количества заказчиков либо же подписчиков для увеличения прибыли вашего клиента. В принципе, с этим мы разобрались, теперь вы понимаете, кто такой СММ-щик. Да, это маркетинговый менеджер в рамках социальных сетей. Давайте теперь разберемся, чем же он занимается на протяжении своего рабочего дня и в принципе рабочего месяца. Так, небольшая традиционная пауза. Если вы хотите, чтобы я выпускала на канале больше видео, либо вам интересна эта тематика, либо цвет моего свитера, обязательно ставьте палец вверх, подписывайтесь и едем дальше. Эта профессия подразумевает комплексную работу. СММ-щик пишет посты, тексты, то есть выполняет функцию копирайтера, ведет аккаунты, то есть выполняет функцию аккаунт-менеджера, общается с заказчиками, которые пишут в директ, в личные сообщения, запускает рекламу, то есть выполняет функцию таргетолога, запускает активности, разного рода интерактивы, запускает онлайн-мероприятия, продвигает аккаунт, бывает даже выступает в роли контент-менеджера, то есть создает контент, фотографирует, снимает, выступает в роли режиссера монтажа, то есть монтирует видео, создает анимацию. В его обязанности также входят функции сторис-мейкера, общается с инфлюенсерами, договаривается про рекламу, ищет заинтересованных на взаимный пиар и так далее. То есть это комплексная, полномасштабная работа, которая выполняется, чтобы достигнуть ту или иную цель. Когда вы решили попробовать себя как СММ, именно с цели должна начинаться ваша деятельность. То ли вы развиваете свой аккаунт, то ли взяли свой первый коммерческий аккаунт, либо же аккаунт друга и так далее. Первое, что вы должны сделать, это определить цель ведения аккаунта, неважно в какой социальной сети. В этом видео я больше заакцентирую внимание на инстаграме. Существует несколько самых распространенных целей ведения блога, и вы должны ее определить, чтобы в дальнейшем понимать, на какую цель запускать рекламные кампании, какие создаваться рекламные макеты, как продвигать свой профиль, как себя позиционировать и так далее. То есть это ваш фундамент. И цели бывают следующие. Узнаваемость бренда. То ли это коммерческий бренд, то ли это личный бренд. Вовлеченность аудитории, привлечение потенциальных заказчиков, генерация лидов, поддержка клиентов и так далее. И первым этапом является определение этой цели. К примеру, вы хотите поднять узнаваемость своего бренда, таким образом нарастить аудиторию, количество подписчиков, а затем поменять цель и продавать свой товар, либо же инфопродукт. Цель со временем может меняться. Итак, вы определили цель, с которой вы будете работать в ближайшее время в аккаунте. И мы переходим к следующим обязанностям СММа. Далее вы должны сделать анализ продукта, анализ блога. То есть если вы ведете салон красоты или магазин нижнего белья, вы должны проанализировать, насколько качественный продукт, который они предлагают своим клиентам, своим заказчикам. Если мы говорим про личный блог, вы должны проанализировать человека, насколько он харизматичен, насколько высокая развита у него экспертность, что он может полезного дать своей потенциальной аудитории. После анализа продукта, блога, вы переходите к анализу целевой аудитории. Вы должны понимать, кто ваш потенциальный заказчик. И тут появляется эта чудесная аббриатура ЦА, целевая аудитория. Это люди, которые будут читать ваш блог, блог вашего клиента, кто будет покупать товар, брендов, которые вы продвигаете и представляете. Далее вы должны проанализировать и составить портрет целевой аудитории. Если вы хотите получить детальный чек-лист со всеми пунктами, по которым нужно проанализировать, составить портрет целевой аудитории, дайте знать в комментариях, и я вам его вышлю. После того, как вы определились, кто ваш потенциальный читатель, покупатель, то есть это либо же мамы, только вот женщины родившие, которые хотят заниматься своей красотой. Это женщины от 25 лет и старше, которые являются домохозяйками, которым интересен, к примеру, просмотр фильмов и покупка чего-то в интернет-магазинах. То есть здесь вы уже понимаете, кто будет сидеть по ту сторону экрана. И после того, как вы сделали анализ продукта и анализ целевой аудитории, вы переходите к анализу конкурентов. В данный момент мы с вами строим некий фундамент на этой базовой информации, которая может обновляться в дальнейшем каждые 3-6 месяцев. Вы будете строить свои стратегии, контент-планы и так далее, о чем мы поговорим далее. Итак, переходим к анализу конкурентов. Вы должны найти все бренды, которые продают такое же белье, как у вас, или являются лидером рынка в вашей стране, в вашем городе и так далее. Либо же это личные блоги, которые рассказывают на вашу же тематику. К примеру, вещают тоже на тематику фитнеса. Вы должны посмотреть, кто там является лидером, какую информацию они доносат до своей аудитории, в каком формате они это делают, как часто они публикуют свои публикации, какое количество у них подписчиков, какое количество у них лайков, комментариев. То есть здесь вы должны проанализировать конкурентов, кого вы в ближайшем будущем будете обгонять, чтобы занять лидирующую позицию для своего клиента, на которого вы работаете, как и с моим специалистом. Этот весь анализ для начала вы предоставляете в письменном виде, в Word-документе, описывая каждый из этих блоков. В дальнейшем, когда вы уже доберетесь опыта, вы сможете предоставлять эту информацию в графиках, диаграммах, таблицах, чтобы вашему клиенту было нагляднее. После этого мы начинаем строить с вами стены. Это упаковка аккаунта. Начинается она с контент-плана и заканчивается визуальным оформлением. Если для анализа, конечно, нужны аналитические навыки, но тут больше насмотренность и опыт. Чем больше вы будете потреблять информации и просматривать аккаунтов, тем быстрее у вас набьется глаз, и вы сможете эту аналитику писать гораздо быстрее. А вот для упаковки аккаунтов нужно навыков чуть больше. Тут уже мелькают дизайнерские навыки, навыки структурирования. Но я более чем уверена, что вам это под силу. После анализа вам будет понятно, что, к примеру, в розовых цветах лучше свой аккаунт не оформлять, потому что как бы ваш прямой конкурент тоже оформит все розовым цветом. И здесь уже отталкиваясь от анализа, а также от трендов, вы даете свои рекомендации клиенту, что должно быть на аватарке, что должно быть написано в описании профиля, в био, в шапке профиля, на чем стоит акцентировать внимание, к примеру, подчеркнуть, где этот автор или бренд находится, в какой стране, в каком городе, какая его основная ценность, либо экспертность. Далее мы переходим с вами к хайлайтсам. Это то, на что обращают в первую очередь ваши будущие клиенты или подписчики. Вы должны дать свои рекомендации, что должно находиться в тех хайлайтсах, как они должны называться, как они должны быть оформлены. Далее вы должны составить сетку из 9-12 постов, опять же дав свои рекомендации. Какие это должны быть фотографии крупного плана, портретные. Здесь уже вырывается наружу творческий маркетолог, творческий человек, артист, который, отталкиваясь от своей насмотренности, от использования социальных сетей, дает уже рекомендации и наставления. Либо же техническое задание фотографу, если вы контент создаете не сами, либо же просто описание вашего видения картины общей клиенту. И вот здесь уже начинается магия. Если вы создаете контент самостоятельно, вы его фотографируете, либо же снимаете видео, вы должны перед этим заготовить референсы. Референсы — это пример того, как работа должна выглядеть по итогу, чтобы клиент понимал, что вообще вы будете реализовывать, в каких это будут выполняться цвета, в каком это будет выполняться стиле. Для этого я рекомендую вам зайти на Pinterest, вы найдете там море вдохновения, на Behance, на Dribble, то есть походить по дизайнерским сайтам и посмотреть, что сейчас модно, что сейчас в тренде, что сейчас в спросе. После того, как вы это отфотографируете и соберете в ленту, вы должны подобрать обработку. Тут уже у вас просыпается функция ретушера. Вы можете это сделать через как базовые программы, такие как Vsco, Snapseed, так и через профессиональный, к примеру, Lightroom. Вы создаете пресет. Это сборка настроек, цвета, света, теней, которые применяете уже абсолютно на весь свой контент. Если вы не будете применять и пропустите этот пункт, ваш профиль будет выглядеть вот так. Если вы все-таки примените один пресет либо подберете хотя бы акцентные цвета, ваш профиль будет выглядеть вот так. Скажите, совершенно другое дело, когда все гармонично, все сочетается, а такую ленту хочется листать на такой бренд либо же человека, автора хочется и подписываться. И после того, как вы отфотографировали либо сняли контент, вы составляете контент-план. 12-9 постов в ленте, это просто для того, чтобы вы вообще понимали, как лента будет после публикации посту выглядеть. А контент-план — это полномасштабная таблица на месяц. Она может быть заполнена все 4 недели из дня в день, либо же вы определили, что ваши конкуренты и самая лучшая частота постинга — это раз в три дня. В контент-плане вы указываете ваш визуал, вы можете прямо его туда вставить, есть специализирующие платформы, на которые вы можете это все загрузить. Я пользуюсь просто Excel-таблицами, которые легко редактируются в режиме реального времени. То есть, эту таблицу может видеть и клиент, эту таблицу могу видеть и я. Мы туда вставляем весь визуал, что в какой день выходит. Также вы можете вставлять, к примеру, рубрику, либо тег, под который выходит этот контент. Пример вы видите сейчас у себя на экранах. Также в контент-план вы вставляете свои тексты. Они также привязываются к дню, когда выходит тот или иной формат. Опять же, тексты писать можете вы, если такую обязанность на вас возлагает клиент. Либо же это может писать клиент хотя бы тезисную структуру текста, если это, к примеру, какая-то тяжелая тематика, медицина, юртпруденция, там и так далее. Вы в этом не разбираетесь, вам нужно прочитать тонную литературу, чтобы понимать, что к чему. Поэтому, чтобы не было никакого дискомфорта при сотрудничестве вам просто ваш клиент, ваш бренд сбрасывает от копирайтера, либо же лично написанный текст, вы можете уже сделать текст читабельный и не писать его с нуля. Но некоторые клиенты хотят, чтобы вы все делали от а до я. И писали текст, и подбирали референсы, и реализовывали эти идеи, создавали фотографии и видео. То есть здесь уже зависит от того, что от вас ожидают. После того, как вы оформили этот текст, разбили его по блокам, лучше, конечно, просить клиентов сбрасывать хотя бы на 3-4 поста текста заранее, чтобы не дергать. И у клиента было ощущение, что он делегировал задачу на вас, и вы введете аккаунт. Также вы еще в своем контент-плане можете прописать, какие теги вы будете использовать. Про теги и способы продвижения я могу снять отдельное видео, если вам это неинтересно, дайте знать в комментариях. После написания контент-плана и реализации визуалов, если на вас возложена такая функция, мы переходим к продвижению. СММ-менеджер должен уметь выполнять обязанности таргетолога, настраивать рекламу, запускать рекламные кампании, продумывать воронки продаж, прогревы, сами продажи, то есть все это механик. В этом вся соль. Если вы можете выполнять функции таргетолога, ваша стоимость, почасовая ставка, либо же проектная, в разы увеличивается. То есть вы можете не просто красиво оформить аккаунт, не просто ввести, а вы можете еще и развивать аккаунт, чтобы у него росла аудитория, чтобы у него росла прибыль, чтобы у него росла узнаваемость. Это огроменный жирный плюс. Моя вам рекомендация. Для того, чтобы разобраться в таргетингах, вам не обязательно бежать на какие-то курсы. Вам необходимо взять просто несколько консультаций у СМ-специалиста, как это выглядит, настройка, запуск, как создается аудитория для запуска, что такое ретаргетинг, какие инструменты, какие еще аббревиатуры, их расшифровки и функции нужно знать. Просто взять несколько консультаций, а затем это практика, практика, еще раз практика. После того, как вы взяли консультацию СМ-специалиста и разобрались с этим, либо прочитали хотя бы официальную информацию на сайте социальной сети, в которой вы хотите таргетировать, к примеру, Инстаграм, Ютуб, либо же Фейсбук, берите маленькие бюджеты, хотя бы 2-6 долларов, и старайтесь запускать рекламу на своих личных аккаунтах, на аккаунтах своих друзей. Делайте это бесплатно, просто с целью попрактиковаться и посмотреть, какой результат, сколько людей пришло, сколько людей подписалось, сколько людей купило товар, если вы что-то продаете в посте. Если вы хотите работать как СММщик, вы должны быть очень наблюдателем и посмотреть, по какой механике проводятся гивы, какие блогеры устраивают конкурсы, какие интеграции, интерактивы вы видите в других аккаунтах, какие еще бывают механики, что такое СФС, что такое взаимный пиар, как часто и какими макетами пользуются блогеры, рекламируясь у других инфлюенсеров. То есть вы должны это все анализировать, держать в своей голове, потому что как только вы начнете предлагать свои услуги на коммерческой основе, вы должны быть полны идей. Кстати, запуск всяких конкурсов это еще одна обязанность СММ-менеджера. После ознакомления со всеми механиками и видами продвижения, вы должны составить стратегию. То есть, к примеру, вы говорите клиенту, что на протяжении двух недель идет заполнение вашего аккаунта. Вы публикуете посты, вы публикуете сторисы, создаете хайлайты, вы тестируете описание профиля, вы тестируете бесплатные методы продвижения. Далее, третья-четвертая неделя, вы начинаете использовать такие методы продвижения, к примеру, как взаимный пиар. Далее, пятая-шестая неделя, вы внедряете таргетинг, прямые эфиры, рекламу у инфлюенсеров, устраиваете собственные конкурсы и участвуете в других гиевеях. То есть, вы должны прописать стратегию, это такой пошаговый план, инструкция, чтобы клиент видел, что будет происходить с его аккаунтом. На протяжении каждой недели вы должны расставить дедлайны реализации той или иной задачи, создание контента, публикация, желательно время публикации, насколько это возможно, хотя бы в какой период дня она будет выходить. А также вы должны написать цели. Конечно, они предположительные. Более точные цели вы сможете поставить уже после работы на этом проекте месяц-два, когда вы увидели, какой приход от таргетинга, какой приход от ваших рекламных макетов, пользуется ли тематика экспертность, либо товар спросом или нет. Но для начала вам нужно поставить хотя бы ориентировочную цель, что после истечения первой недели вы добьетесь подписчиков 100-1000, после двух недель вы добьетесь количества подписчиков 1000-2000, либо это может быть цель в виде количества продаж или количества вовлечений. То есть, вы должны в этой стратегии показать, что вы делаете и для чего вы это делаете, что конкретно вы будете предпринимать и какую цель вы добьетесь таким образом. Для начала напишите ориентировочный план действий и корректируйте его изо дня в день или из недели в неделю, если будете видеть уже на опыте, на практике какие-то изменения, что, к примеру, 5 постов в неделю публиковать это много, или человек, бренд, или вы перегораете, либо посты не набирают определенного количества вовлеченности, лайков, комментариев. Если мы говорим про публикацию в YouTube, вы публиковали одно видео в неделю, а видите, что как бы люди смотрят, людям интересно, люди оставляют комментарии, значит, нужно увеличить постинг к двум видео. Если вы публикуете в TikTok видео один раз в день и видите маленький выхлоп, попробуйте 2-3 видео в день и посмотрите, будут расти ли ваши охваты или нет. И в соответствии с вашими наблюдениями редактируйте свою стратегию. В дальнейшем, когда у вас уже будет опыт, вы уже сразу, начиная работать с клиентом, будете понимать, как себя ведет аудитория в фэшн-индустрии, как себя ведет аудитория в консалтинге, как себя ведет аудитория, когда взаимодействует с тем или иным личным брендом тематики. И затем, когда вот вы выполнили все свои задачи, обязанности на протяжении месяца, вы должны написать отчетность. Лучше, если, к примеру, в ваши обязанности не входит ответ на комментариях либо комментинг, как вид продвижения, сделайте это бонусом. Если, к примеру, в ваши обязанности не входит делать рекламные макеты, сделайте это бонусом. Сделайте бонусом стикер-пак для Телеграма, сделайте бонусом пиар-маску для Инстаграма. И когда вы пишете отчет, вы показываете, что планировалось, что выполнилось, какие были поставлены цели, какие были достигнуты цели. А также показываете то, что вы делаете вашему клиенту бонусом. И человек видит, что мало того, что он вам заплатил это окупилось, так он еще что-то получил экстра. И таким образом у вас начнут появляться первые постоянные клиенты, которые будут с вами сотрудничать из месяца в месяц. Если вы хотели бы поговорить на какой-то из сегодняшно описанных блоков более обширно, либо у вас появились вопросы, дайте знать в комментариях, и я сниму видео на одну из этих тематик. Мне искренне хочется, чтобы в digital индустрии появлялось все больше и больше думающих SMM-менеджеров, понимающих их обязанности, не обесценивающих свой труд, веселых, креативных профессионалов. Надеюсь, ими станете именно вы. С вами была Валерия, и уже скоро увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok